У нас есть такая постоянная тенденция, что фракцию КПРФ либо не слушают, либо умышленно не замечают. Эта тенденция, она сохраняется. И на сегодняшнем заседании, в принципе, произошло абсолютно то же самое, потому что в начале заседания, когда выносятся вопросы, обсуждается, точнее, повестка дня, то есть есть ли какие-то замечания к повестке, принимается ли она в таком виде или нет, это член фракции КПРФ, Павел Николаевич Грудинин, тянул руку, ему, естественно, слова не дали, ну, как бы не заметили. Хорошо, пошли дальше рассматривать уже вопросы по существу. Мы обратили внимание, что некоторые вопросы, на наш взгляд, они не прошли должной проработки. Именно речь идет о тех вопросах, которые связаны с утверждением исполнения бюджета поселениями и Ленинским муниципальным районам за 2020 год. Здесь надо, значит, немножко пояснить, что произошло следующее. В мае месяце была рассылка на электронные почты депутатов в преддверии заседания профильной комиссии. Но когда состоялась сама профильная комиссия, то эту рассылку, которая предназначалась к заседанию, ее, ну, как бы не рассмотрели в полном объеме. То есть, условно говоря, на заседание той комиссии было вынесено с десяток вопросов, а рассмотрели фактически там один-два. И в итоге замылилось, забылось, и эти заключения, а именно речь идет о заключениях контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа, они повторно депутатам не направлялись. На заседание, действительное заседание профильной комиссии, на которое рассматривались проекты решений, эти заключения по исполнению бюджета за 2020 год не направлялись. То есть, направились один раз в мае, и после этого их не обсуждали, не рассматривали и так далее. Только с голоса председателя контрольно-счета и палаты мы узнали о информации по исполнению бюджета за 2020 год. И вот эти вопросы сегодня как раз-таки были вынесены на заседание Совета депутатов. Это очень большой блок вопросов, там порядка восьми было, и эти вопросы мы хотели вынести на следующее заседание, перенести, о чем говорил Павел Николаевич, о том, что они не были надлежащим образом проработаны. Ну да ладно, естественно, вопросы эти были приняты большинством голосов, это тоже такая своеобразная традиция. Если говорить о заседании в целом, что интересного там было, был очень интересный вопрос о увеличении платы за социальное жилье. Причем здесь надо понимать, что все вопросы, которые вошли в нынешнюю повестку сегодняшнего заседания, они были проработаны на профильной комиссии. И как работает профильная комиссия депутатов? Выносятся материалы, какие-то там документы направляются, зачитываются проекты решений, присутствующие представители администрации обосновывают необходимость принятия данного решения и говорят, почему оно должно быть в таком вот виде. То есть это такое обоснование, еще раз подчеркну. Комиссия, которая состоялась в преддверии нынешнего заседания, сегодняшнего, этот вопрос рассмотрела. И на этом заседании члены комиссии профильной проголосовали за то, чтобы предложить Совету депутатов принять, то есть одобрить данный нормативный акт. То есть увеличить вознаграждение, вернее, не вознаграждение, а увеличить плату за социальный найм, будем так называть. Еще раз подчеркну. На профильной комиссии законопроект прошел слушание, и члены комиссии его поддержали. Естественно, я присутствовал на этой комиссии, я его не поддержал как представитель КПРФ, потому что считаю, что в наше время и так у людей проблемы с работой, проблемы с доходами. Продукты у нас растут, как грибы после дождя, такая избитая фраза. И нельзя еще дополнительную нагрузку на население возлагать. Тем более мы понимаем, что социальные наймы – это кто такие, кто им пользуется. В основном это люди, которые получают квартиру, потому что не могут они свою купить, и очень много там неуплательщиков, понимаете. То есть и так люди, в принципе, социально не защищены, не обеспечены. А тут еще и сверху им дополнительная нагрузка. Причем говорилось, что кварплата возрастет где-то порядка 18-30%. И вот еще раз, проект прошел одобрение и сегодня выносится на Совет депутатов. И как раз в этот момент, когда произошло обсуждение, опять-таки член фракции КПРФ, Павел Николаевич Грудинин, поднимал руку, чтобы принять участие в обсуждении. Его в очередной раз не заметили, зато взяли слово депутаты от самой большой крупной фракции в Совете депутатов и говорят, а вот мы подумали и решили, что не надо этот вопрос принимать. Понимаете, так очень интересно получается, как большая Государственная Дума придумывает вот эти качели с пенсионным возрастом. Ну и даже не Государственная Дума, а гарант нашей Конституции, когда сначала мы поднимаем планку, задираем ее, так скажем, до нельзя, а потом там с барского плеча пару годков нам скостили. Так же и здесь происходит. Сначала мы говорим и на заседании профильной комиссии голосуем за то, чтобы поднять плату за социальное жилье, за найм, а потом подумали, вот тут и не надо. Я на самом деле без сарказма говорю, что я очень рад, что это решение не было принято. То есть итог этого сегодняшнего заседания в том, что это решение не было принято и размер платы за социальное жилье остался на том уровне, на котором сейчас люди платят. Это здорово. Но вот эти подходы, что сначала мы повышаем якобы, да, и выносим это на сайт, а потом мы же свою инициативу гасим, это, конечно, очень считается. И те, кто не внутри, так сказать, кто не видит, потому что в Советах депутатов сейчас не публикуются, там, видео, да, материалы, а тезисные или вырезки какие-то происходят на видовском телевидении, конечно, они воспримут информацию искаженную уже, да, и хорошо, что есть вот ваш канал, который может в открытую рассказать об этом. Поэтому здесь они, так сказать, переломили свою собственную волю, да, там, и откат сделали. Ну, зачтется, наверное, да, все-таки хорошо так получилось. Поэтому призываю, опять-таки, всех зрителей, всех, кто следит за политической ситуацией в Ленинском городском округе, в Подмосковье, всегда смотреть на ситуацию и на принимаемое решение и применять критическое мышление. Потому что очень важно всегда иметь два источника, как минимум информации, чтобы где-то вот посерединке как раз и будет скрываться истина.